Вячеслава Добрынина похоронят в пятницу, а не в четверг. Известно подробности смерти. Тромб удалили у Василия Ливанова, 89-летнего Шеронока Холмса. От Аркуша Нашвили вырезали злокачественную опухоль в печени и кишечнике. Лолита рассказала, зачем улеглась в гроб. Говорит, хотела порадовать обществу, что смерть-то ее состоялась. Валерий Леонтьев из США возвращается на российскую сцену. Самая яркая и интересная новость обсуждаем вместе, четко без воды. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Вячеслава Добрынина похоронят не 3-го, а 4-го октября в Москве на Троекуровском кладбище. Оказывается, композитор-певец последний месяц не вставал с постели. Умер он от последствий нескольких инсультов. Сообщают, что у него острая сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность. Перенес Добрынин два инсульта. В этот раз госпитализировались с подозрением на третье. Написал он около тысячи песен и выпустил 17 альбомов. Самая популярная его песня «Синий туман», «За милых дам, не сыпь мне соль на рану» написал главный хит для Льва Лещенко «Прощай от тех вокзалов поезда от стада». Добрынин открыл особый жанр поп-музыки. У него был неповторимый стиль, поэтому весть о смерти, печальная не только для друзей, но и для всего российского музыкального общества, заявил Лев Лещенко в комментарии телеграм-каналу «Шот». На этом канале следим за информацией. Все подробности здесь. Подпишите, чтобы ничего не пропустить. За меня искреннее соболезнование родным и близким великого человека, композитора и певца. 89-летний Василий Ливанов в тяжелом состоянии. Он играл роль Шерлока Холмса в советском многосерийном фильме. Врачи инсульт подозревали уже треть по счету. При этом нашли тромб и удалили его. Актер пожаловался на сильную головную боль, доставили его вниз Клифосовского. Сейчас он в сознании после операции сам дышит. Плохо актеру было дважды в этом году. Попадал в больницу в апреле, капельницы ставили, а в августе были проблемы с сердцем. Василий Ливанов снялся более чем в 40 фильмах. Звание народного получил он в 1988 году. Атару Кушанашвили после четырех химиотерапии все-таки сделали операцию. Вырезали злокачественную опухоль в кишечнике и в печени. Смепил, что операция прошла успешно в московском центре Блохина. Длилась около 10 часов. Предстоит длительная реабилитация. Конечно, надежда, что метастазы не пошли дальше. Атару почистили весь организм и вырезали половину желудка. На горе журналиста нагрелись мошенники. Якобы на его лечение собирали деньги и собрали, ни много ни мало, 4 миллиона российских рублей. То есть примерно 42 тысячи долларов. Семья же Атара заявляла, что сборы никакие не ведет. При этом помогали медийные личности. В частности, деньгами помогли Валерия Меладзе, Сусо Павляшвили и Коля Басков. Лолита рассказала, зачем она в гроб легла. Говорит, решила порадовать нас тем фактом, что ее смерть уже состоялась. Да, вот такая вот бредятина. Вообще, она стала первой женщиной, которая согласилась поучаствовать в шоу «Прощай, легенда» цитата. Сняться предложили. Просто побежала. Это настоящая прожарка. И помните, суеверие, грех, заявила Лолита. Призналась также, что в гробу, когда полежала, послушала, что о ней говорят, поняла, что 50% жизни потратила зря. И теперь будет пытаться наверстать упущенное. В заключении, Жололита заявила, что раз она умерла, будет там ждать всех без исключения. Что сказать, гроботерапия, может быть, имеет какой-то позитивный эффект. Но, во всяком случае, можно сравнить это с медицинским МРТ. Я вот сам, когда делал МРТ мозга, там замкнутое пространство, такая труба. Лежишь, когда в этой трубе 30 минут, ты понимаешь, что как бы это не жизнь, да? То есть ничего нету, ограниченное пространство. Ухожешь на свободу и понимаешь, что любые проблемы – это не проблемы. Так и тут, как понимаю, да, то есть полежа в гробу, она понимает, что проблем как бы нет в жизни. Главное, что мы дышим, ходим, видим. Это супер. При этом в комментариях Лолиту захейтили. Говорят, мол, нельзя с таким шутить. На что она отвечает, вот, теперь видно, кто верит в привороты и ходит в Блиновской. Напал на комментатора за то, что тот говорит, мол, скорый уход может быть. Цитата. Это берегите себя, я уже переживаю за ваше предчувствие. Сдайте анализы, все будет хорошо. Ну, еще один комментарий прям в точку. Вот что жизнь без мужчины с женщинами 60 плюс делает. Лолит уже извит, спрашивает про себя? Соболезную. Валерий Леонтьев из США возвращается в Россию, да и сразу на сцену. Оказывается, первый его концерт после длительного перерыва будет у Игоря Крутова на его творческом вечере. 75-летний Леонтьев не пел ничего в России с момента пандемии, коронавируса. Говорит, что надо уходить без соплей, без дряхлости, мол, не его это стиль. Сейчас же дал заднюю. Вот что заявил московскому комсомольцу по поводу возвращения. Цитата. Юбилей у автора, с которым работал полжизни. Какие тут могут быть еще комментарии моего участия в концерте? Леонтьев живет в Майами с женой Людмилой Исакович. Российскую линию не поддержала, если конкретнее вообще никак не комментирует. Относится к ждунам, к молчунам. Такие вот новости, друзья. Что думаете о Лолите? Удалось ли ей повеселить нас? Порадовать ли уже эта гроботерапия? Только отвращение вызывает. Такие мысли о возвращении Леонтьева. Причем, как понимаю, получит он гонорар. Ведь билеты на концерт Куртова продаются. Желать здоровья Кушанашвили и Ливанову. Ну и напишите, чем вам запомнился Вячеслав Добрынин. Вы знаете, лично мне его песни напоминают детство, которое действительно не вернуть, не вернуть этого человека. И те времена. Обязательно пишите в комментарии все, что думаете. Именно там мы вместе обсуждаем каждый день самые яркие темы, находим истину. Конечно же, оцените видео, чтобы его увидели другие. Подпишитесь на канал, очередной выпуск новостей завтра будет, что обсудить. Можете в соцсетях на меня подписаться в ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке. Ну и поддержать канал, номер карты, ссылка на донат в описании под видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Шикарного настроения. И, конечно же, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова